Добрый день! История любви Коко Шанель и Артур Кейпл. Когда легендарная Коко Шанель влюбилась, она спросила бывшую любовницу своего покровителя, что ты чувствуешь, когда любишь, радость или тоску? На что куртизанка ответила, откуда ты такая взялась? В тот момент обе девушки были почти приятельницами, ведь несмотря на то, что по стечению обстоятельств эти женщины должны были стать злейшими врагами, им удалось даже подружиться, а также завоевать взаимное уважение друг друга. Такой была Коко, умеющая разбираться в людях и удивительно непохожая на остальных женщин своей эпохи. Такой была и ее истинная любовь, глубокой, настоящей и единственной. Любовь принесла Шанель оба чувства, о которых она в свое время спрашивала подругу, неподдельную радость и глубокую тоску. Эта любовь возвысила простую девушку до недостижимых высот, а также сделала ее той, которую знают теперь весь мир, законодательницей непревзойденного стиля, шарма и утонченного вкуса. Если бы не эта любовь, возможно, незаметная Габриэль Бонер Шанель так бы и осталась обычной портнихой в одной из многочисленных швейных мастерских. И она никогда бы не успела понять, что глубоко ошибалась в том, что любовь может приносить одни неприятности. Выросшая в монастырском приюте, Габриэль Шанель твердо решила сделать все возможное, чтобы вырваться из нищеты и стать своей в высших кругах. К слову сказать, это было нелегко, учитывая, что к женщинам относились в те времена предвзято. Часто со знатными дамами заключали брак по расчету, а такие, как Габриэль, становились содержанками богатых господ. Именно эта участь и постигла юную и довольно привлекательную Шанель. Судьба свела ее с гулякой Этьеном де Бальзаном, который увлекся будущей законодательницей мод в одном из кабаре, когда девушка пыталась петь «Кокорикко». Благодаря этой песне Этьен назвал Габриэль «Коко», и это имя навсегда вошло в ее жизнь как часть ее самой. Будучи на содержании у Бальзана, Шанель часто терпела от него унизительные выпады и начала понимать, что он не питает к ней ни любви, ни уважения. Но уходить от него девушка не спешила, поскольку разглядела возможности начать собственное дело. В это время она и сделала первые шаги в мире моды, создавая шляпки для знакомых Этьена. Будучи увлеченным только единственной страстью и лошадьми, богатый офицер только насмехался над трудами Шанель, считая ее усилия обычными женскими капризами. Эти насмешки делали Габриэль несчастной, и она теряла веру в себя. Когда к Бальзану приехал его друг, английский предприниматель Артур Кейпл, он сразу обратил внимание на непохожую на других женщин «Коко». От человека с тонким деловым чусьем Нюль скользнула целеустремленность и талант привлекательной девушки. Сам того не подозревая, он вселил в Шанель былую уверенность в себе и поддержал все ее мечты. В отличие от Этьена, который постоянно насмехался над увлеченностью девушки моды, Артур, которого все знали боем, восхищался упорством в Габриэль. Именно ее сила духа и целеустремленность покорили бывалого сердцееда, и он влюбился в нее, сам того не желая. Его чувства оказались взаимными. Коко, презирающая любовь, отдала свое сердце богатому предпринимателю и не скрывала своих чувств. По иронии судьбы, разгоревшаяся между самыми близкими людьми страсть открыла глаза Этьену Диабальзану, и он понял, что влюблен. Чтобы удержать Коко, офицер принимает решение жениться на ней. И казалось, для Коко открывается дверь высший свет, но, понимая, что не сможет жить в таком браке, не имея возможности видеть боя, Шанель отвергает предложение Этьена, но из-за Кейпела выйти замуж ей не удастся. Артур решает жениться на англичанке знатного происхождения, чтобы укрепить свое положение в обществе. Это разбивает сердце Габриэль, и она полностью уходит в работу, не прекращая любить боя. С самого начала знакомства Кейпела и Коко бой не перестает поддерживать гордую францужинку. Он обеспечивает ее всем необходимым для начала бизнеса, и Шанель быстро добивается успеха. Уже став финансово независимой, она скажет женатому Бою горькие слова. «Тебе надо было бы просто подождать, пока я стану известной, и могли бы быть счастливы», на что Артур ответил ей. «А разве мы несчастны?» И действительно, их любовь дарила им счастье. Боя и Коко не переставали встречаться даже после его женитьбы, и каждое их свидание придавало обоим сил и огромное наслаждение обществом друг друга. Но привычную жизнь разрушает ужасный поворот судьбы. Коко получает известие о том, что бой попал в автокатастрофу. Выжить Кейпелу не удалось, и эта весть разбивает сердце Шанель навсегда. На смену радости приходит огромная тоска по утраченной любви. Именно в это время свет увидел легендарное черное платье, которое безутешная Габриэль создала, находясь в трауре по возлюбленному. Чуть позже Шанель создаст и духи Коко Ноар, которые тоже будут посвящены этому тяжелому периоду ее жизни. Именно смерть боя заставляет Коко полностью окунуться в работу и закрыть свое сердце от других навсегда. Конечно, у нее будут позже отношения с другими мужчинами, но все это мимолетные увлечения, которые проходят мимо, не цепляя чувств гордой Габриэль. Она не верила в любовь до встречи с боем, она поверила в любовь, повстречавшись с ним, и смогла стать счастливой вопреки всему. Шанель смогла покорить не одно достойное мужское сердце, но так и не отдала свое никому, кроме Кейпела. Легендарная женщина-дизайнер, сделавшая прорыв в модной индустрии, оставалась для всех просто мадмуазель. Легендарной и великой мадмуазель Коко Шанель. Женщиной, которая умела любить по-настоящему, которая стала известной благодаря своей всепоглощающей любви.